Шепотом и во весь голос мамы, доведенные до отчаяния, не уменьшающейся очередью в детские сады, готовы идти на крайние меры. Сегодняшний пикет – это лишь начало решительных действий. И с детьми пришли не для того, чтобы разжалобить. Многим действительно не с кем оставить своих малышей. Возмущению нет предела. Почему нет ограничения по возрасту? Почему льготники идут с двух лет, а наши дети в четыре года не попадают? Почему льготники с двух лет идут? Эти и другие вопросы и претензии выслушали представители городской администрации. И как смогли, так и ответили. Починовничие, в основном ссылаясь на федеральный закон, который и не дает развернуть бурную деятельность по решению этой проблемы. И все же власти готовы сотрудничать. Я, с одной стороны, рада, что наше гражданское сообщество не грубо и не просто кричит, не просто призывает, а тоже вместе с нами хотят прийти, сесть за стол переговоров, поднять проблему и начать решать вопросы. И я думаю, что наше сообщество созрело, и мы готовы, мы открыты, мы с удовольствием сядем и вместе будем решать эти проблемы. Правда, эти ответы нисколько не удовлетворили пикетчиков. Многие мамы недоумевают, почему в других городах России проблему решают, компенсируя оплату частных детских садов или ведя работу с бизнесменами. А у наших чиновников почему-то руки связаны. Не услышали мы ничего, чтобы остановило нас в дальнейшем. На опыте Самарской области они там обязывают застройщиков первый этаж или цоколь отдавать под детские сады, минимум на 20 человек. Здесь это предложение у нас отвергли, потому что говорят, что это невозможно. Что застройщики требуют какие-то определенные льготы и выставляют уже свои условия. То есть не город в тендере им выставляет условия, а застройщики. Если ничего нам не поможет, устроим голодовку на площади Советов перед глазами президента. Где там же он сидит? На площади Советов же у него кабинет. Как еще можно сделать? Можно еще к нему в приемную приведем детей, оставим. У него секретарша пускай сидит. Может тогда правительство республики и администрация города начнут сотрудничать. Сегодня стороны договорились об организации круглого стола, где будут присутствовать инициативная группа мам и чиновники разных ведомств. Если проблема не сдвинется с мертвой точки, то мамы с детьми действительно намерены пойти к главе Бурятии на прием или устроить голодовку. Анастасия Лисова, Алексей Ионов, Первая Альтернативная.